Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Toyota RAV4. На видео автомобиль в комплектации Prestige, с двигателем объемом 2 литра, с полным приводом и с вариатором. Цвет автомобиля – белый перламутр. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые 19-дюймовые, шинами размерностью 235х55. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна, акулий и плавник расположены в задней части крыши. Рейлинги окрашены в черный глянцевый цвет. Боковые зеркала и ручки дверя окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. Сидение можно двигать вперед и назад на 24 см, а также поднимать или опускать на 5 см. Сидение также оснащено электрическим регулировкой поясничной подпоры. На водительской двери расположим блок управления памятью сидений. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов оснащена цветным дисплеем размерностью 7 дюймов. Левый патрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габариты, ближний свет и протитуманные фары. Левый указатель поворота, затем правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Также предусмотрен омыватель фар. Передние протитуманные фары галогенные. В переднем бампере расположен парктроник. Передний бампер снизу декорирован серым молдингом. Задние стекла заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 195 мм. Задний бампер снизу декорирован серым молдингом. Задние фонари светодиодные. Задняя протитуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Сверху на водительской двери находится кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Ниже расположим блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподобиями. Все стеклоподъемники с доводчиками. Слева от руля расположена кнопка электрообогрева лобового стекла. Далее идет кнопка электрообогрева руля. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле управляют бортовым компьютером. Бортовой компьютер может показать информацию о давлении в шинах, расходе топлива, пробеге, запасе хода и режиме работы полного привода. Дополнительно на дисплей бортового компьютера можно вывести данные мультимедийной системы и настройки автомобиля. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Индикация круиза на панели приборов. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. Помимо радио поддерживаются форматы USB и Bluetooth. Также магнитола поддерживают Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Встроенная навигационная система не предусмотрена. В составе акустической системы 6 динамиков. Дополнительно, на дисплей мультимедийки можно вывести данные бортового компьютера и настройки автомобиля. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Дуал» синхронизирует обе зоны по температуре. Кнопка включения электробогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка выбора автоматического режима работы. «Фаст» или «Эко». Кнопка выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «Отце» отвечает за включение кондиционера. Кнопка отключения антипробуксовочной системы и системы курсовой устойчивости. В кадре индикация отключения этих систем на панели приборов. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев двухрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находится очечник и кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположены две USB-розетки. Крышка подлокотника не регулируется. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. В нише перед рычагом коробки передач расположена площадка для беспроводной зарядки мобильного телефона, а также розетка на 12 вольт и вход USB для мультимедийной системы. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Рядом с рычагом коробки передач находятся кнопки выбора режима движения. Предусмотрены режимы «Эко», «Спорт» и «Нормальный». Индикация выбранного режима отображается на панели приборов. Далее идет шайба выбора режима работы системы полного привода «Multi Select Terrain». Предусмотрены режимы «Mood and Sand» и «Rock and Dirt». Индикация выбранного режима отображается на панели приборов. Режим снова включается отдельной кнопкой. Кнопка включения системы помощи при спуске по склону. Ручной тормоз электрический с функцией «Автохолд». Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач «Вариатор». При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского сидения. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Также имеются две USB-розетки. Заднее сидение оснащено однорежимным подогревом. Задний стеклоподъемник электрический. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 580 литров. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол тканью. Справа в багажнике расположена подсветка и розетка на 12 вольт. В боковине справа находится открытая ниша. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть за рычаг. Сидение второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. Сидение второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. Сидение второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. Сидение второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. Сидение второго ряда складывается в соотношении 60 на 40. Заднее сидение складывается без ступеньки. При сложных сиденьях объем багажника составляет 1690 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Ключок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный бензиновый, 4-цилиндровый. Объем 2 литра с отдачей 149 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Toyota RAV4 в комплектации Prestige с бензиновым мотором 2 литра с полным приводом и вариатором. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 2 476 500 рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok